Ну вот и наступил тот самый час, когда наконец-то мы будем делать пиццу. А то все предыдущие ролики вы писали о том, что где же пицца, где же пицца, что же, как и сделать все. Вот теперь пришло время, и теперь Аркадий Грицевский, мой друг, президент федерации пиццы и акробатики, ну, в общем, это Аркадий Грицевский. Так, давай, ты тогда командуй, я буду тебе помогать, и быстро будем делать пиццу. По-настоящему, как это делают настоящие пицца Йола? Всем привет, друзья, спасибо, Вась. Ну что, у нас есть какой-то минимальный набор, как я говорил, да, то есть мы сохраняем то обещание из самых доступных продуктов, из всего, что есть дома. То есть соленые огурцы, именно соленые, не маринованные. Без уксуса. Без уксуса. Уксус, когда нагревается, он обжигает обоняние, то есть ты подносишь пиццу, и сразу вот это вот неприятное ощущение, которое, да, ни в коем случае все, что с уксусом, нельзя. Курица, курица предварительно заготовлена в фольге, запеченная, чуть солого соуса, чуть-чуть соли, все. То есть никакого чеснока, не все любят. Это уже в домашних условиях на любой вкус, пожалуйста, да. Как хотите, так и делайте. Главное, чтобы она была готова. Совершенно верно. Но, так скажем, процентов на 80, да, ставьте 20 процентов, все-таки... Нашему готовому шкафу и камню. Вот, ну, вареный копченый бекон. Вот есть такой миф, многие используют сыр и копченый бекон, который в три раза дороже для пиццы. Друзья, мы все равно запекаем, он становится вареным, да, или там зажаренным, запеченным. Да, чуть-чуть есть копченый вкус, но в целом, пожалуйста, можно использовать и вареный. Так, это не томатная паста и ни в коем случае нельзя использовать томатную пасту. Это повышение кислотности, это стопроцентная изжога. Здесь томаты. Что это за томаты? Это пульпированные томаты, помидоры, сейчас идут розовые помидоры, замечательно, или пилати в собственном соку. Кстати, очень неплохие наши производители, которые без уксуса, опять же, просто томаты в собственном соку, без кожуры. Значит, не надо убивать блендером, или, если нету блендера, можно сделать еще проще, то есть томат в собственном соку, через сито, ложкой протереть, потрясающий будет эффект. Еще лучше, если есть мелкий дуршлаг, то есть, чтобы были такие кусочечки небольшие. Ну, наоборот, крупные, наверное, я бы сказал. Ой, ну, мелкие, относительно дуршлага, а сито будет все-таки... Да, сито это пюре прямо, чистое, там, мелкое-мелкое, а бывает такое, бывает сито в хозяйственном магазине продается, с такой ячейкой, вроде мелкая окажется, а для муки, например, не подходит, потому что для муки она крупная. Еще развею миф, соус не надо варить. Когда мы его варим, мы, опять же, повышаем кислотность раз, мы теряем цвет, он становится белого цвета. Все, что вы хотите добавить, базилик, чеснок, соль, перец, любые специи, там, кумин, зиран, неважно, да, то есть это все можно добавить сырое. В крупных супермаркетах есть итальянские линейки, томаты в собственном соку, они еще чаще так красиво разрисованы. А развею вот эту вот боязнь многих, что, ой, если это пюре или это если пульпа, то, наверное, это все из плохого. Нет. Это то, что есть три такие, скажем, три агрегатного состояния, то есть это целый томат, это кубики, знаешь, да, и паста. Даже не паста, а соус. То есть то, что не пошло в целые томаты, пошло в кубики, то, что уже не пошло в кубики, пошло, соответственно, переработано. Но это не вторичная переработка, это не спасание, так скажем, продуктов, это просто разное его состояние. Поэтому абсолютно не надо бояться готового соуса для пиццы, совершенно потрясающий, но все-таки как-то я сторонник, я думаю, ты тоже, сделать это из натуральных продуктов. Так, я тогда огурчики как, колечками? Да, тоненько колечками, жопки отрезаем, выкидываем, не нужны нам. Сколько нам надо огурцов-то? Помидор вот один тоже колечками, тоненько? Ну, мне кажется, у всех ассоциируется пицца-то еще, знаешь, которая из нашего детства, обязательно должен быть лучок, соленый огурчик. Поэтому давай, сколько мы сделаем, там, три, сделаем разные. Подожди, а лучок-то у нас? А пицца бы не привез лучок? Нет, ну, лучок. Ну, давай без лука сделаем, мы просто расскажем о том, что можно его положить, собственно. Друзья, все, что на пицце, все ограничено только вашей фантазией, кладите туда все. Отравки каким у меня есть, и тархун, и мята, и базилика. Базилика нету. Базилика нету, сухой орегано есть, вот самое потрясающее, это вот, отлично. Либо сухой ореган, либо сухой базилик. Не углубляйтесь настолько, все-таки для того, если, конечно, заранее вы запланировали все это приготовление, тут можно уйти на рынок, выбирать. А если нет, то вот, пожалуйста, из подручных продуктов то, что есть в холодильнике. Супер, так, я тогда вот аккуратно сделаю. Все, я тогда не буду торопиться, да, конечно, мне места хватит. Вот тесто у нас, напомню, созревало порядка, вот это, порядка уже, наверное, где-то 60 часов. Мы с Василием показывали, как делать правильный замес для, напомню, классической итальянской пиццы на тонком тесте. Выпекать сегодня тоже будем непросто, выпекать будем на камне правильно, поэтому Василий... Ты вот про пиццу рассказывал, ты не сказал про температуру. Я вот размышляю, я-то человек, который там в ресторанах тусит-то, я знаю, что пицца-печи в ресторанах, сколько они градусов дают? Ну, минимально, а, нет, дают они до 700 градусов, это купольная печи. А для пиццы сколько нужно? Для нашей классики это где-то от 300, купольная, если хорошая подовая печь, это где-то от 320, ну, от 300 до 320. И если это неаполитанская пицца, то это 500 градусов Цельсия. 500 градусов, это хорошо, 300 хорошо, дома-то нет таких температур, что делать с тобой? Будем сегодня печь на камне, специальный камень шамотный, который саккумулирует то тепло, которое выдает печь. У него потрясающая теплопроводность, и, собственно, мы добьемся того результата, который нам нужен. Теплоемкость. Теплоемкость. То у нас там есть ролик, который сразу, а, так, мы это опять неправильно что-то сказали, да? Теплоемкость. То есть, короче, он накапливает? Да, он аккумулирует все тепло, накапливает, и постепенно его будет отдавать. То есть, если ты помнишь, в нашем детстве, как, что такое было пицца? Ну, мама там... Да, противень, в противень уложили, в противень тесто вот так вот взяли, уложили, равномерно его там распределили, помазали кетчупом обязательно, помнишь, да, кемчиш? Причем это такой был томатный кетчуп, просто это вот все так кубиком нарезали. Начинки побольше, да. Начинка должна была быть больше, чем пицца, да. Вот. И, собственно, сверху сыром присыпали, отправили в духовку, утекаться. И что мы потом получаем? Я помню, что вот ты берешь эту пиццу в разрезе вниз, хрустящий, а то место, где начинка соприкасается с тестом, там обычно оно всегда сыром остается. Ну, вот не совсем сырое, оно все-таки подваренное. А, вареное. Оно, помнишь, как такой, как пельмень, да, вот такое подваренное. И, а почему это происходит? Потому что та поверхность, на которой выпекается, мы уложили в холодную. Так. Вся влага, которая присутствует на пицце, она идет не вверх, за счет температуры, да, нижнего слоя. Низкая температура. Да, маленькая температура, и влага уходит вниз. Равномерное нагревание противня и выпекание пиццы создает вот это вот подваривание. Вот, поэтому наша задача все-таки положить на сильно раскаленную поверхность, которая сразу не потеряет тепло за счет нашего продукта. Вот, и будет выпекаться и гнать влагу, собственно, нормально, равномерно наверх. Тогда не будет у нашего подваря. Мы даже, когда это все испечем, покажем. Покажем. Для этого есть, как бы, кайф. Я, честно признаться, погуглил немножко в интернете всякие камни. Их есть, там несколько видов камней продается, но вот то, что выдает мне московский гугл. Я вам хочу сказать, эта штука, блин, вообще не дешевая. Некоторые производители даже по 5000 рублей предлагают купить этот камень. Ну, да, и я тебе больше скажу, что это не совсем то, что еще даже подойдет. Почему? Потому что там в основном используется мелкопористая керамика, которая как раз не аккумулирует тепло, а он быстро нагревается и так же быстро остывает. То за счет поров то, что, как бы, необходимо, да, то есть мы увеличили теплопроводность, так сказать, теплоемкость, да, и можем спокойно работать, выпекать. Да, тесто не должно долго лежать. Все-таки, когда есть кислород, оно окисляется, быстро заветривается. Но, может быть, оно станет хрустящим каким-нибудь. Наш стандарт 30 сантиметров, 29. Все, если мы готовы, делаем. Первый слой. Это обязательно соус. В нашем случае где-то грамм 60, это 3 ложки, по 20 грамм. Равномерно наносим его. Не надо экономить соуса, вся сочность соуса, тем более у нас есть камень. Мы наносим в достаточном объеме, видите, чтобы он... Еще такой немаловажный момент, когда наносишь какой-то соус, пицца может побелеть. Почему? Потому что сильно нажимаете на соус, и там мука, которая остается, она впитывается, и соус быстро белее. Следующее у нас сыр. Значит, сыр наносим равномерно. Это моцарелла? Это моцарелла с низким содержанием жирности. Здесь не больше 40, точнее 40, для того, чтобы, все знают, да, пицца такая, как хачапури, поднимаешь, и масло аж стекает, с нее капает. Вот, здесь этого не будет. Толщина сыра зависит от температуры. То есть сыр должен плавиться равномерно с выпеканием теста, для того, чтобы, во-первых, и тесто не подваривалось. В-третьих, чтобы он, если будет слишком толстый, если будет слишком толстый, то он не успеет расплавиться. Поэтому нам не надо, чтобы он кипел, и не надо, чтобы он слишком быстро плавился. Ну, то есть не берите сильно мелкую терку, тогда он станет совсем маленький, начнет закипать. А если вы возьмете какие-то слайсы, да, вот такие вот толстенькие и большие, тогда он может не успеть расплавиться, потому что пицца печется очень быстро. конечно русский человек что засунул пиццу да пошел там душ принял в туалет сгонял вернулся прошло полчаса пицца как бы там все расплавилась скажет кто-то из вас но мы сейчас говорим о камне который сильно накапливает тепло и у нас пицца духовке даже домашней будет сколько примерно 7 максимум там 6 7 6 7 минут поэтому сыр должен быть оптимально натерт не мелкий не крупный а вот прям крупная тёрка у нас и так пицца наша готова чуть-чуть присыпаем мукой нормально тело да но если лопаты нету можно использовать такой знаешь пластиковый коврик который на стол кладется подожди и так вот наша пицца коврик который кладется на стол в виде салфет тарелку до тарел сервировочный такой вот им очень удобно вот делать такие движения так так я убегаю да давай пока она не прилипла собственно кладем на наш камень вот отлично красиво как да это же красота супер и лежит ровненько и все дела с к закрывай вы забыли сказать ты забыл сказать про противень противень не нужно использовать значит можно можно если уже прямо самый крайний случай это делать небольшого размера пиццы так называем пиццеты если переворачиваем противень и кладем прямо на него вот сам распространена ошибка когда мало того делают на противне еще и кладут пергамент потому что то влага которая была бы она бы хотя бы за счет накаливания зато разогретого противня испарилась а пергамент во-первых он не держит температуру во вторых он не пропустит эту влагу и в любом случае мы получаем тот вареный пельмешек вот поэтому если уже необходимо то перевернули противень и чтобы нам борт не мешал не класть не доставать удобно вот и выпекли но лучше конечно все-таки что-то более аккумулирующие тепло но такое как аминда нам главное сейчас не пропустить там эти шесть минут а ты как-то но интуитивно это все или ну больше уже и когда запах пойдет будем понимать пока еще а то я стою здесь близко к печке у меня тут еще жарко на улице 30 ужас что касается курицы если невысокая температура в домашних условиях она не успеет пропечься поэтому я рекомендую все таки я думаю сама согласишься немножко ее подготовить процентов на 80 запечь фольге там предварительно в чем-то замариновать про камни чем камни-то друг от друга отличаются я в интернете смотрю пятерик он стоит это это типа за бренд они переплачивают лишь ну в мой камень сколько стоит мой камень стоит в продаже там 1000 1800 рублей здесь все еще 800 и 1000 1800 это сейчас подходит ли не 1800 рублей да просто регламентирована высокой себестоимостью вот здесь больше не зарабатываем и представляем как услугу это совершенно кардинальный камень отличающийся друг от вот от его конкурентов тем что это высокопористый материал добились того чтобы за счет этого происходит аккумуляция тепла вот то у конкурентов она больше такое да как плитка видел керамическая она тонкая плотная она быстро нагревается но также быстро остывает поэтому здесь немножко не то здесь так скажем мой опыт и вот те годы то что мы работаем с подом помогли создать вот именно то что нужно ну вот я понимаю что под именно и в русских печах и в итальянских делать из шамотного кирпича именно для того чтобы он накапливал температуру пиццу на подбросаешь да а свод всего лишь дает дополнительное нагревание сверху в том числе да но от русской печи на ради нельзя пригас совершенно верный от русской печи немножко отличается пицца печь в силу того что ты видел да в русской печи дымоход идет сразу центральный в пицца печи происходит купол и зуб находится уже практически возле выхода до соответственно прямо то есть весь дым аккумулируется под куполом поэтому когда пицца готова обязательно есть даже критерии оценки обогатил ты и дымом или нет то есть и взял на лопату поднял куполу несколько секунд пока вот те же грибы пропитались дымом вот этим запахом дров и так далее немножко разные вот и опять же толщина камня вот это вот аккумулирование тепла зависит от диаметра печки купола и так далее то есть у нас небольшая температура мы сделали сантиметровый допустим в печах ты видел там идет от 2 сантиметров и больше вот поэтому здесь так у меня 230 максималка мы поставили камень знаете насколько на почти полтора часа он нагревался до если печки сейчас современные мощные у меня такая она какая-то подобная если печки современные мощные то там за час у вас он накопит нужную температуру и некоторые даже производители делают уже 250 270 градусов разгон но это идеально температура у нас 230 мы догнали камень сейчас мерили вася сегодня просто удивил я ради так решил сумничать и гостя есть пирометр надо померить там в камере температуру он взял дал мне на пожалуйста мере то есть потрясающая вещь мы можем измерить в любой точке камеры температуру вот видим 28 до штука вообще забавно я удивил я вам удивил спасибо я давно хотел такую вещицу можно прям мерить там погрешность конечно есть безусловно мы там не можем да до градуса но это погрешность меньше чем у глаз поэтому да и пальцев по 22 сейчас я соус померил 22 дислазерный прицел это тоже 22 но вот про то что аркадий говорит понижение температуры когда ты комнатная температура продуктов 22 и тесто до на противень бросаем она сразу же падает ты занимаешься пиццы там долгое время далее а он занимается пицца долгое время аркадий как получилось то вот что ты придумал ты посмотрел на рынке нету такого типа займу нишу и придумал вот этот камень то есть понятно что это ты ничего не придумал все уже давно придумано но нужно но вот он для выпекания пиццы в том числе да как мы просто сфокусировались и все таки наши гости которые там ходят за пиццей они стали часто задавать вопросы вот они берут с собой если где-то куда-то едут они как ее разогревать микроволновка убивает духовка ну собственно противень да не дает той температуры поэтому мы вообще это сделали виде услуги то есть мы просто поставили в ресторане в пиццериях камень вот видеоуслой берете пожалуйста тот кто любит знает берут и вот просто там уезжая на дачу разогревает хлеб на камне пекут пиццу разогревают пиццу вот поэтому здесь просто когда разрабатывалась продумывалась толщина мы сделали уже только не для того чтобы разогревать а для того чтобы еще и выпекать потому что многие даже покупают просто крас уже готовые созревшие тесто и дам дом или на даче пикут они не изморачиваются замесом купили готовые и вот уже выпекают именно правильно может все таки это аутентичность сохранена приготовление пиццы так аж пицца готова отлично отлично она конечно не поджарилась в том смысле что черные здесь пузыри не появились но для домашнего условия для домашнего режешь но для домашнего да это у меня так сказать девственно чистый нож я им еще ни разу ни одной пиццы не разрезал кто-то мне подарил как-то надо да да итальянцы всегда для того чтобы привлечь внимание в пиццерии когда новую пиццу они достали из-за печи они вот так вот отодвигают и когда по керамике удар на то есть он сразу привлекает внимание все смотрят что это кто вот так вот бьют видишь борт сразу хрустную ну как хрустит вот чуть-чуть бы побольше температур куна маловато конечно маловато 250 270 в идеале 270 290 и совершенно идеально температура вот то ну да здесь все созревшие вот те наши пузыри собственно которые мы обещали созревшие полы и самое главное что она тонкая смотрите проверку пройдет знаешь да как проверять нет кончик должен стоять так это нужен дом так кончик должен стоять вот так на так а все говорят там но многие не все многие говорят я люблю чтобы кончик свисал кинулась ведь нет ну пожалуйста будет тянуться пробуй сертянцы на а вишка и у нас за счет камня корочка то есть даже даже если бы не резали ее просто вот так вот взяли она бы у нас и она бы не провисла в разрезе помнишь мы обещали показать что она не вареная и самое главное вася то вообще ради чего мы собрались мы не посыпали орегано когда посыпаем орегано вот так вот нажимаем для того чтобы раскрыть вкус и вот сверху прям так хорошо и так мой в моем доме теперь есть камень который я буду использовать потом для выпечки чего-нибудь не обязательно пицца это может быть хлеб халла пита пицца пиццеты пинца на все что хватает фантазии пожалуйста так вот он какой северный олень он горячего только-только достали пиццу испекли за счет все-таки вот этой аккумуляции тепла мы добились хорошую корочку то есть пицца его не охладила не подварилась камень справился с тем количеством жидкости которая хотела пойти вниз но все-таки заставила камень его идти наверх вот собственно собственно все все получилось вот такой камень дает возможность вам приготовить пиццу в рамках дома я вас уверяю это пицца вот если к вам придут гости вы такую подадите гости скажут это что за пицца это где у вас пицца доставка что привезли а почему на хрустящий почему на жарко вот это делается так это вам не пицца из слоеного теста вот стойку с таким количеством колбасы нарубленной со всем прочим и так далее это настоящее настоящий гаджет который позволяет вам сделать пиццу дома поэтому больше скажу это реально классическое тесто созревшие приготовлен на камне в домашних условиях поэтому это уже адаптированы так скажем условия для прям я даже скажу классического натурального продукта совершенно верно спасибо аркадий тебе за все вот эти наши ролики теперь вы знаете что у нас есть тесто базовая у нас есть пицца акробатика и вы знаете теперь как его раскатывать почему нельзя использовать скалку все-таки нельзя и соответственно как ее собирать и на чем выпекать полный цикл из трех программ у нас создан и ночью давай или следующий раз может быть еще с тобой какие-нибудь вот эти вот фишечки мы кстати еще собирались бурки булки булки для бургеров печь да без проблем печь тоже будем на поди на закваске здесь обе еще не только пицца да то есть это чиабат это булки это хала это пита это весь ближний восток который использует камень для выпечки поэтому никаких проблем то есть вы взяли просто и усилили свою духовку скажем таким простым элементом да но опять же температура это для пиццы нужно высокая для выпечки хлеба нужно от 160 градусов поэтому абсолютно в каждом доме я уверен это есть в описании ссылочки на то где купить ребят простите но доставка конечно же за ваш счет потому что мы не можем людям в ближних городах продавать эту доставку за дорого также как и в владивостоке и наоборот вы заказываете промокод укажите по хэштег василий емельяненко и соответственно эта штука уедет к вам домой потому что это реально крутая вещь но хэштег василий емельяненко дает вам еще скидку да точно чем поэтому да скидочку вы получите это сто процентов нет не скидка сто процентов а вы ее получите это точно все пока всем а мы прощаемся до следующего раза пока